Всем привет, ребята! Так, у нас впереди, соответственно, так сказать, гостиная. Господи, как этот дом называется? Чьей семьи-то? Точно, особняк Хокинсов, да. Последняя вечеринка Хокинсов. И о чем это говорит? Да, сейчас мы будем искать улики. Что это за мясо? Хм, действительно. Не то ли самое чудо? Хотя, не знаю. На кого-то кальмара больше, наверное, похоже. Это место главы семьи Чарльз Хокинс. Видимо, мальчик сидел здесь. Уронил свою тарелку на пол, и она разбилась. Это, видимо, все во времена голода было, того самого. Сара Хокинс ничего не ела. Интересно, это из-за мяса или чего-то еще? Что-то случилось за этим столом с Сора. А, я не додержал клавиши. Пирс, снова спите на ходу? Работаю, констебель. Эта обеденная тарелка много расскажет нам из семейной жизни Хокинсов. У нас не так много времени. Пожар начался в соседней комнате. Сара Хокинс и маленький Саймон. Идеальная семья из среднего класса. Так, ну за столом я ничего не наблюдаю. Так, а нам куда-сюда? Угу. Так, отсюда мы пришли. Угу. Угу. Свадьба Чарльза и Сары Хокинс, изображенная лично Сарой. Чарльз Хокинс был каким-то исследователем. Чарльз Хокинс позирует словно первооткрыватель перед экзотическими руинами. Широко известно, что он промотал свое состояние на дорогие путешествия. Что же он искал? Ничего нету. Слишком много камней. Попробую найти способ попроще. Каких камней? Смотрим, может быть я найду что-то упущенное полетельное. Детский труп оставил след. А где следы остальных трупов? Они подрались. Почему? Они остановились во время пожара? Сара Хокинс потеряла туфельку. Ну как? Чарльз Хокинс много пил. Если картина из доков и в самом деле висела здесь, почему она не сгорела? Что-то я еще не нашел. Ну, галочка стоит с одной стороны. Кто-то смог спастись от пожара? Кровь. Эту лампу кто-то бросил. Это был не несчастный случай. Тут была драка. Здесь кто-то упал. Отчаянная попытка бегства. И мальчик. Итак, детектив, что вы об этом думаете? Официально заявляю, полиция запорола это расследование. Но мы не будем его оскорблять. Я абсолютно уверен в том, что пожар случился не в результате несчастного случая. А почему тогда? Так, вот это вряд ли. Это нет. Но вот это вот более такое отражающее сейчас какие-то такие факты еще неконкретные. Я думаю, супруги Хокинс подрались. Вы уверены? Есть только один способ узнать наверняка. Так, мне больше здесь ничего не интересует. Хочу вас попросить ничего не трогать. Если шеф Уэст узнает, что мы делаем, у меня будут серьезные неприятности. Ага. Ага. Это книга посвящена медицинской науке и методам лечения, принятыми в 18 веке. Столько говоря, она охватывает только так называемые цивилизованные страны. В ней не упоминаются холистическая медицина и достижения народов, которые считаются ущербными. Молния. Молния. Дождь идет. Ага. Она нагрелась. Дверь закрыта. Ага. Ага. А то, что нагревает зажигалка, это да, это прикольно. Такой приятный элемент реализма. Эти бинты покрыты высохшими пятнами крови. Такие же бинты я видел на складе в доках. Судя по пятнам крови, им не пользовался один и тот же человек. Хм. Ну, немножко притянуто за уши, но имеет какой-то логический смысл. Слова пьяного матроса, старой моряцкой песни. Эта дверь заблокирована снаружи. Так, стоп, а мы откуда пришли? Отсюда? Да. Оригинальное издание Франкенштейна Мэри Шелли 1818 года. Может мне сначала на второй этаж подняться, прежде чем к нему идти? А, ну конечно. Хотя я вижу там какие-то комнаты, в которых даже что-то свет горит. Моби Дик, Мелвилл, классика. Эпическая битва человека и кита. Обязательно к прочтению для любого китобоя, я считаю. Вот. Так. Картины их семьи. Ага, вот здесь и свободный подъем на этаж выше. Очень подробный и точный трактат об особенностях человеческого тела и его отличия от тел животных. Трактат написан простым языком, без использования специальных терминов, поэтому доступен широкому кругу читателей. А че, как мне медицину-то повысить? Хм. Так, место пожара. Версия пожара, которая создается при взгляде на гостиную Хокинсов, полностью противоречит полицейскому отчету. Во-первых, отпечаток ладони, который указывает на то, что кто-то мог выжить. Тела Чарльза и Сары Хокинсов не оставили следов на полу ни в гостиной, ни где-то еще, в отличие от тела ребенка. След которого явно виден у камина. На осколках стекла на полу видны следы крови. На стене виден явный след от картины, найденной на складе Хокинса, а значит, дело не в семейной ссоре. Последнее вечеря. Что жило именно это мясо, чудесным образом сохранившееся. Хм. Вот это да, кстати, интересный момент. Хм. Книги о первых обитателях этого острова. Кажется, они появились где-то в 16 веке. О, куда полицейский подевался? Дом начал разваливаться задолго до пожара. Эта пианино не работает. Похоже, Хокинс держал его скорее для интерьера, чем для игры. Мм. Что вам известно о деятельности Чарльза Хокинса? Ну, честно говоря, немного. Мы все считали, что Хокинсы живут на наследство Чарльза. Если это правда, мы наверняка найдем элите среди личных вещей Хокинса. Вы это слышали? Что? Что я слышал? Я много слышу всяких звуков, потому что игра очень атмосферная в плане звуковой дорожки. Прям на ура вообще. Ставим ее включенной. Вреднегреческая мифология. Гегат об едине смерти. Дочь Тартара и мать Силы. История Дарк Уотера. Остров заселили в 1692 году две семьи, привыкшие из колонии в Новой Англии. Книги об охоте на китов, которые весь прошлый век кормили островитян. Есть в этой картине что-то тревожное. Я даже не понимаю, что там нарисовано. Вроде вода и что-то разрушается. Там не ясно. 20 тысяч лет под водой. Еще одна история о тайнах бездны. Так, идем тогда дальше по второму этажу. Что же могла натворить Сара, что этот человек угрожал ей полицией? Милостивый государь, как вам известно, я всегда с огромным уважением относился к вам и к вашей семье. К сожалению, я более не могу закрывать глаза на поведение вашей жены. На прошлой неделе она вновь распугала мою клиентуру. Я знаю, что она не имеет дурных намерений, но вам не помешало бы поместить ее под надзор доктора Фуллера. Похоже, только он способен вразумить ее. Если же подобные случаи будут повторяться, я буду вынужден хоть обратиться в полицию. Хотя, поверьте, что это станет для меня истинной пыткой. С уважением. Всегда ваш Энтон Уэллард. Вот мы, собственно, спустились туда. Ключ от двери в студию Сары Хокинс был спрятан. Ну, не то чтобы прям спрятан. Ха, это детская, судя по всему. Комната мальчика. Жутковато, конечно. Детская крепость. От такой же угрозы пытался Саймон защитить свой мир? А, от какой же угрозы Саймон пытался защитить свой мир? Том Сойер. Сойер, Марка Твена. Сара, наверное, читала Сыну перед сном. Ух ты. Вот это да. Снотворные таблетки. Слишком сильное средство для 11-летнего мальчика. Что было не так с этой семьей? Что за кошмарное видение могло вдохновить на такую картину? Саймона тревожили не только семейные проблемы. Мальчик что-то видел. Что-то его пугало. Не хочет, не хочет она качаться. Книга на кровати мальчика и игрушки на полу напоминают об обычной жизни, обычной семье. Но тревожные картины и снотворные заставляют подозревать, что Саймон Хокинс тоже страдал от душевной болезни. Может быть, мальчика посещали те же видения, которые якобы терзали его мать? Саймон Хокинс Саймон Хокинс Страница первая, слева. Январь-апрель. Картина для бостонского клиента 230, для DGF 170, ттттттн. Для выставки 410. Ага, ага, ну понятно. В подарок. Возврат. Похоже, последнюю она отдала бесплатно какому-то Фрэнсису Сандерсу. Интересно, почему? Несмотря на произошедшее, они, кажется, любили друг друга. Чарльз Хокинс писал теплые слова своей жене. Дверь заплакирована с другой стороны. Сара Хокинс интересовалась оккультизмом? Чего она пыталась добиться? Если существо еще не укоренилось в вашем измерении, может помочь ритуал изгнания. При этом проводящий его человек должен нарисовать знак старших среди глифов, составляющих ритуальный круг. Но осторожнее. Надежность источников, в которых описывается создание такого круга, не доказана. Выдержка из молота тварей. Абигайл Г. Брэдли, это вы? Что же расскажет о ней ее комната? Очень сложный замок. Это не полезно. Падлок не дает. Рецепт от барбитурата, выписанный каким-то доктором Фуллером. Доктор Томас Фуллер, Риверсайдский институт, Дарк Уотер, Массачусетс. 21 июня 1924 года. Принимает 75 мг амборбитала натрия каждые 4-6 часов по мере необходимости. В случае сильных приступов добавить 25 мг фанорбитала до 3 раз в день. Во время лечения не употреблять алкоголь или другие медицинские препараты. Доктор Томас Фуллер, адрес магазин Дарк Уотера. Это огромная доза. Неужели Сара была склонна к насилию? Барбитураты. Сара Хокинс была, наверное, очень возбуждена, если прибегала к такому лекарству. Барбитураты используются для подавления нервной системы, но начав их принимать, прекратить уже нельзя. Я в этом кое-что понимаю. Да. Наброски Сары Хокинс похожи на кошмары, а не на анатомические рисунки. Неужели именно это преследует ее по ночам? Скетчбук. О, оккультизм у нас тоже подрастает. Чуть-чуть. У нас три доступных очка есть, но я не знаю, что я хочу пока. Сила отражает ваши физические способности, развитие повышает шанс успешно выбить дверь или сломать какой-то механизм. Так же... Так. А что отмечает за взлом замков? Хм. Сюда пока потратим. Так, не открывается. Так. Тут кто-нибудь есть? Тут кто-нибудь есть? Та. Тут кто-нибудь есть? К previously. Тут кто-нибудь есть? Та. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Брэдли, вы видели, куда он пошел? Кто? Я никого не видел. Я просто слышал какой-то шум. Вы как? На верхнем этаже кто-то прятался, а он сбежал, когда увидел меня. Он должен быть где-то поблизости. Я прикрою. Эта дверь раньше была закрыта. Да. Куда он пошел? Четыре очка опыта нам дали. А куда я вложился? Я же в пояс вкладывался, да? Ну и в расследование можно еще. Похоже на кельтские руны. Чарльз, наверное, привез их из далекого путешествия. Похоже на старую морскую карту. Кто-то проставил координаты на старой морской карте, из них получится маршрут. Вы правда думаете, что ваш бюджет здесь был? Я не вижу выхода. В лампу залито новое масло. Найти масло для лампы можно на каждом уровне. Очевидно, Чарльз Хоккинс очень хорошо знал капитана Фитцроя. На этой фотографии Чарльз Хоккинс и капитан Фитцрой запечатлены еще с одним человеком. Кажется, они очень близки. Похоже на кого-то мистер. Интересно, что это за человек в очках? Наверное, очередной друг Хоккинсов. Похоже, это нарисованная от руки... Нарисованная от руки карта острова Дарк Уотер. Некоторые части карты выделены. Интересно, зачем? Ее нарисовал Чарльз Хоккинс. Сцилла. Это шхуна, которая сидит на мере у входа в порт. Ага, ну я вон вижу, справа нам есть чем взаимодействовать, но я еще похожу немного. Кажется, этот нижний шкаф несколько раз передвигали. Эта сфера кажется частью какого-то механизма. А-а-а, ясно. Не работает. Наверное, я что-то упустил. Похоже, это страница из журнала. Понедельник, 24 мая, 1847 года. 42 северной широты, 70 западной долготы, остров Дарк Уотер. Мы все утро шли на север. Капитан Гамильтон уверен в выбранном курсе. Он говорит, что мы обойдем Орфея в этом сезоне. Да будет Господь милостив к нам. Воскресенье, 30 мая, 1847 года. Я предпочел бы, чтобы киты исчезли без следа. Глядя на их скелеты, мы не можем забыть об их печальной судьбе. Что же пожирает этих огромных зверей? Я говорил Гамильтону, что это дурной знак, ему наплевать. 1 июня 1947 года. Мы бросили якорь недалеко от деревушки. Местные жители говорят, что вода покраснела от крови священных животных. И что преследовать их значит бросить вызов богам. Я сказал им, что боюсь лишь Творца Всевомогущего. Но одному в треме мне страшно. Пятница, 4 июня 1947 года. Вдалеке мы увидели огромного кита. Кажется, киты такого размера вообще никогда людям не встречались. Он поет дьявольскую песнь. Гамильтон хочет его убить. Среда, 23 июня 1947 года. Мы его поймали. Это самый страшный кит, которого я видел. Его запомнят как самую большую добычу в истории. Люди погибли, но мы победили. Этот день будут праздновать еще долгие годы. Вторник, 29 июня 1947 года. Дарк Уотер. Мы победили Орфея, который пришел с пустыми трюмами. Теперь будут помнить Сциллу и Гамильтона. Должна быть, это какая-то связь с морской картой. Этот доктор Фуллер лечил Сару Хокинс. Чарльз, я понимаю ваше беспокойство, но уверяю, что у вас Сара в хороших руках. Не стоит даже упоминать, что ее состояние требует особого ухода и повышенного внимания. Ее потенциал сможет раскрыться только в том случае, если поместить ее в безопасную среду и окружить квалифицированным персоналом. Решение, конечно же, остается за вами, но, насколько я понимаю, у вас мало времени. Ваш друг Томас Фуллер. Вы видели старые морские карты на столе Чарльза Хокинса? Странно, да? Ни один корабль долгие годы не покидал берегов острова Дарк Ватер. Может быть, он хранил из сентиментальных соображений? Чарльз Хокинс был путешественником. Скорее искателем приключений. Он уезжал на долгие месяцы, следовал отдаленные места и заброшенные храмы. Вы видели старые морские карты на Чарльз Хокинс? Странно. Никакого корабля не оставил Дарк Ватер на поле лет. Может, он их оставил для сентиментальных причин. Эта панель сдвигается. Зубчатые колеса. Они, наверное, связаны с отбирающим механизмом. Скорее всего, это потайной ход. Нужно найти способ активировать отбирающий механизм. Лучше я пока ничего не буду трогать. Правильно. Потому что я хочу попытаться головоломку так решить. Так. 33-53 попробуем. Российская империя. Круто. Не работает. Наверное, я что-то упустил. Допустим, 55 где-то здесь. Допустим, 55 где-то здесь. Ну, может, где-то здесь. Явно какие-то координаты из этого письма, которые еще должны быть связаны с картой. А давайте тот листочек повертим. Здесь должна быть какая-то связь с морской картой. Жалко, я не разбираюсь, что значит там, типа, северная широта, западная долгота. Ну, в смысле, как перенести эти координаты на глобус. Так, 42.70, давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я могу пока назад сходить, например... Я бы сходил в ту комнату, где нам не дали побродить... Так, окольными путями надо идти... Может, тут мы что-то найдем... Откровенно, ничего... А где прятался этот хер, интересно... Когда я здесь был... Ну, увы, ничего нету, что могло бы меня заинтересовать... Могли бы хоть книжку там положить... Не знаю, но... Так сказать, для пытливых, кто любит ходить исследовать... А так зря сходили только... Блин... Так начинает делать... Ну, конечно, на зажигалку поменять... А вот зажигалка он ничего не делает... Ха... Ха... Так... Сцилла... Нарисована... Прим... Этот... Сплошной линией... Ну, понятно, короче... Тут... Нарисовано... Четыре корабля... И какой... Как плыл... Это вот... Сцилла... Потом какой-то... Продигаль... Вот так точками... Вот так... Чик-чик-чик-чик-чик... Потом... Орфей... Он... Крестиками... И Святой Клауд... Пунктиром... Слова... Навигационные пляжи... Так... Ну, допустим... Сцилла... Сцилла... Это... Это... Который... Повторый... Который пришел... С пустыми тюрьмами... Теперь будут помнить... Только Сциллу... 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 ... Да... Мы победили... Орфея... ...Который пришел с пустыми тюрьмами... Теперь будут помнить только... Сциллу и Гамильтона... Сцилла... 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 Сахара... Европа... Не совсем понимаю, на самом деле, где этот Дарк Лотер находится. Где-то здесь такое ощущение, но опять же я не уверен. Хм, это не работает. Мне кажется, что я потерял что-то. Мне кажется, что это работало. Отлично, Пирс. Особняк Хокинсов начал превращаться в руины задолго до того, как пожар погубил его обитателей. Когда-то шикарное здание стало свидетелем падения семейства Хокинсов. В коридорах разбросаны картины Сары Хокинса. Влага уничтожает внушительную библиотеку. Окна разбиты или забиты досками. Судя по гостевой, в которой начался пожар, дело было вовсе не в семейной ссоре. А, да ладно. Я обнаружил следы оккультных практик и какого-то огромного чудовища, которое оставило отметины на стене в коридоре, ведущей в ее мастерскую. Что же касается кабинета Чарльза Хокинса, то там я нашел тайный ход в сеть подземных пещер. Проклятье, я не могу сдвинуть этот механизм. Мне нужен какой-то инструмент. Интересно, какой. КОНЕЦ Глава 4. Туннели под особняком Хокинсов. Комната в особняке Хокинсов, где начался пожар, пролила свет на многое. Пирс и констебль Брэдли в поисках улик напали на след уцелевшего во время пожара. Когда человек в капюшоне ворвался в мастерскую Сары Хокинса, чтобы похитить ее картину, детектив и полицейский бросились вслед за ним. Проследовав за взлопщиком до кабинета Чарльза Хокинса, они обнаружили потайной ход. Пирс и Брэдли спустились в туннель, идущий под особняком. Потайной ход под особняком. Прямо как в детективном романе. Я смог открыть потайную дверь в кабинете Чарльза Хокинса. За ней оказались вырезанные в камне ступени. Они привели к сети подземных пещер. Вор не мог пойти по этому пути. Почему не мог? Кто бы мог подумать, что под особняком Хокинсов расположена такая огромная и запутанная сеть пещер. Она оказалась укрытием для какого-то культа. Не могу поверить, что Сара и Саймон жили прямо над такой опасностью, ничего не подозревая. Этот парень, наверное, уже далеко. Да, и у него был прямой выход к месту преступления. Мы должны найти его. Что это за место? Это не просто туннель. Смотрите, здесь кто-то был. Три стула. Смотрите. Ага, понятно. Чарльз Хокинс часто бывал в этом месте. А кто остальные? Чарльз Хокинс прятал что-то в этом сундуке? Что должна рецептировать эта маска? Ктулху держит ребенка. Этот плачок ткани совершенно точно оторвали от платья. Сара Хокинс. Она от кого-то пряталась? Следила, наверное. Тот, кто здесь сидел, мог видеть Сару Хокинс. Это может иметь отношение к ее смерти? Интересно, что означает этот символ? Этот знак нарисован на листах бумаги, спрятанных в сейфе в туннеле под особняком. Символ много раз повторяется на бумаге и с каждым разом нарисован все отчетливее. Я не знаю, что же пытался изобразить Чарльз Хокинс, когда рисовал его, но в одном я уверен. Он считал его очень важным. Выдержка из записной книжки частного детектива Эдварда Пирса. Обезображенный святой, что это значит? Обезображенный святой, что это значит? Продолжение следует... 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 Так, а что я после этого начал качать? Нет, не помню... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...